Всем привет! Меня зовут Артур. И сегодня я расскажу вам про решение соревнований, которое проходило на площадке Kaggle и было посвящено классификации спутниковых снимков. В этом соревновании я участвовал в команде 7 человек и мы заняли в итоге 7 место. Соответственно, начнем, как говорится, с постановки задачи. То есть нам были выданы спутниковые снимки, которые были сняты в видимом диапазоне RGB. Также были доступны TIF файлы, которые содержали 4 канала и также содержали инфракрасный диапазон. Все снимки имели размер на 256 пикселей и предсказывать нужно было, по сути, это была мультилейбл классификация. То есть можно относиться к этому, как к простовке тегом на изображении. Train содержал в себе 40 тысяч примеров. Соответственно, тест был из 60 сэмплов, 40 из них в паблике и 20 тысяч в прайвете. Соответственно, можно понять примерно, что, по сути, это такой мнист на стероидах, потому что здесь большие размеры картинок, но при этом очень мало сэмплов. Соответственно, здесь можно проверять уже большие сетки, которые обучаются на манчинейте, но делать это довольно быстро, потому что сэмплов не очень много и классов не очень много. Поэтому это довольно казалось удобный датасет. Про лейблы. Здесь показано распределение лейблов. Видно, что они не забалансированы, и некоторые из них скоррелированы. То есть корреляция показывает то, что если на сэмпле есть какой-то лейбл, то есть и другие лейблы. Соответственно, здесь видна корреляция. Также стоит сказать, что, например, классы… То есть классов было двух видов. Это классы, относящиеся к погоде и к структурной поверхности. Поэтому можно считать, что классы погоды были взаимосключаемы, потому что сложно представить, что одновременно было и солнце, и облачность какая-то. Но при этом очевидно, что структуры на поверхности планеты, они были невзаимосключаемы, потому что может быть и река, и здание, ну и другие вещи. Ну вот. Метрика этого конкурса – это был F2-бета-скор. Формула для него приведена на слайде. И если применить Matan, то понятно, что ваш алгоритм предсказывает вероятности. И чтобы теперь сделать предикты, вам нужно подобрать какой-то threshold. То есть правок отсечки, который говорит вам, что есть этот лейбл или его нет в предсказаниях. И опять же, если посмотреть на формулу, то видно, что оптимальный threshold 0.2. Я, честно говоря, все еще не понимаю, почему это происходит, но тем не менее это как бы так. Ну а для обычных пользователей снизу приведен код, как это вообще использовалось в скалерне. То есть это просто был импорт из скалерн. И лично я пользовался этим до самого конца. Как водится, любое соревнование на кегле, оно как бы не обходится без ликов. Это соревнование не исключение. Здесь, поскольку стимки были надерганы с какой-то большой карты, то можно было восстановить вообще горе-исходную маску. И таким образом при предсказании какого-то сэмпла можно было использовать предикты у соседних областей. Тем самым, таким образом, как бы увеличивая шансы модели происходить более правильный результат. Мозейку-то можно было собрать просто по L2 расстоянию от границы кадра. То есть вы просто берете и в лоб среди всех снимков ищите похожие картинки по расстоянию между пикселями на краях. Ну вот здесь как бы красным показан train, зеленым тест и синим public, точнее private test. Видно, что они все пересекаются. Поэтому, если у вас есть какие-то предсказания из private или паблика, то вы можете уточнять их. Просто используя соседние области. Соответственно, когда я начал решать этот конкурс, то у меня был примерно следующий план, который написан здесь на псевдокоде. То есть идея в том, что просто берем как бы все фриворки, обучаем, точнее, из каждого фриворка берем весь зоопарк сетей, обучаем, предсказываем, и каким-то образом подбираем треш-холды. Ну и понятно, что внешний цикл по фриворка можно разбить по людям. Поэтому здесь объединение в команды было крайне логичным. Ну и вот. И поэтому мы объединились вот в такую большую команду. Нас было семь человек. И все мы использовали разные фриворки. На самом деле в основном PyTorch. Кто-то использовал Docker. Даже в конце я начал использовать PyTorch, потому что там был очень клевый батч-итератор. Ну вот. Примерно такой состав. Соответственно, как мы построили командное взаимодействие? Потому что это, на самом деле, очень важная часть решения конкурса, как выстроить взаимодействие в команде. То есть мы начали с того, что сделали общие фолды. Потому что мы предсказывали модели, точнее, обучали модели на фолдах, предсказывали предикты out of fold, и дальше на них строили модель второго уровня. Поэтому было очень важно, чтобы у нас были фолды общие. Это первое, с чего мы начали. Кроме того, фолды мы сделали, стратифицируя их по лейблам. То есть так, чтобы распределение лейблов в каждом фолде было одинаковое. Это уже очень важно для того, чтобы ваши модели были примерно одинаково обучались. Поскольку здесь мультиклассовая классификация, и лейблы не взаимосключаемые, то нельзя просто так сделать, типа from model selection, scale learn, stratify, fold, и все готово. Здесь пришлось использовать некоторый кастомный процесс, когда вы берете самую малочисленную метку, разбиваете ее равномерно, и дальше предсказываете, разливаете следующую метку, в случае того, что вы уже использовали на более маленькой, как бы более, менее многочисленной метке. Таким образом вы равномерно, идя от более малочисленной к более многочисленной метке, делаете более-менее равномерные фолды. Ну и дальше мы, как говорится, сделали общий репозиторий, там, где у каждого была своя папка, где он использовал свой код. Соответственно, можно было очевидно посмотреть код своего члена по команде и взять там какие-то функции. Например, я использовал агументацию других участников нашей команды, чтобы сделать свой pipeline. Также мы договорились о том, как будет выглядеть формат взаимодействия между участниками, в том плане, что нам нужно было сделать предсказание наших моделей out of fold. И мы просто договорились о том, что это будет не CSV файл, а именно HDF файл, потому что мы не хотели морочиться с точностью, связанной с CSV файлами. И также мы договорились, что каждый предсказывает на каждом фолде тест, валидацию, и делает это с помощью просто single crop валидации, так и с помощью test time augmentation. Дальше я расскажу, как это происходило. Ну вот, обменялись мы это просто через Google Drive. Железо, на самом деле, это очень тоже важная часть этого соревнования, поскольку у каждого из нас был свой компьютер с видеокартами, где он отложивал код и запускал какое-то обучение сетей. Также у нас было общее железо, которое стояло у меня на кухне, которое использовали все члены команды. Нам надо было как-то менеджить это между участниками. Соответственно, здесь привезен список примерно желез, которые пользовали все. То есть это первые там четыре пункта. Железо, которое было у каждого свое, как бы мы его не шарили. Там просто каждый обучал свой. Ну вот, это была тоже очень важная часть команды. Точнее, командовое взаимодействие. И дальше, перед тем, как кидаться и решать, мы вообще изучили литературу и посмотрели, что вообще люди сделали на имиджнете в плане топового решения. Здесь привезен как бы краткий обзор того, какие вообще сети есть. И галочками отмечено то, что мы попробовали. Попробовали мы далеко не все, потому что некоторые сети обучались очень долго, и мы просто не дождались конечного варианта их обучения. И здесь стоит отметить, что, например, DanceNet, они находятся даже не в топ-10 результатов, хотя у нас это была примерно лучшая сеть. Ну и из Next они тоже оказались довольно неплохие. И здесь они примерно в топе. До TensorFlow мы, к сожалению, не дошли, поэтому мы не знаем, как оно себя показало бы. Дальше я буду рассказывать про решение каждого участника. Некоторые из них выложили код, некоторые не выложили. Но начнем просто по алфавитному порядку. Значит, Александр обучил ResNet и DanceNet. Он обучал модели FineTune'ом с ImageNet. И обучение начиналось так, что он замораживал веса у сверток и обучал только полосвязные слои с помощью SGD. Дальше он, последовательно уменьшая Learning Rate, обучал всю сеть силиком в течение 15 эпох. И после этого с помощью циклического отжига за счет уменьшения и увеличения Learning Rate обучал еще 13 эпох. Для него это значимо повышало точность, потому что циклический отжиг – это такой трюк для обучения, который позволяет избежать застревания в седловых точках и спускаться в более глубокий глобальный, точнее, локальный минимум. Он использовал довольно стандартные аугментации и в качестве предиктов он использовал D4 группу. Это когда вы берете оригинальную картинку, делаете горизонтальное вертикальное отражение, делаете транспонирование и поворачиваете на всевозможные углы. Дальше предсказание от этих всех картинок вы усредняете и получаете ваш финальный предикт. Это всегда увеличивает точность и это то, что всем упользовали, так или иначе. Алексей Носков также обучал сети. Он еще дополнительно обучил Inception 3. И он также все веса стартовал со нишнета 1К. Он также стартовал с того, что сначала замораживал свертки, обучал полносвязанный слой, и дальше обучал всю сеть целиком с уменьшением Learning Rate. Среди всех членов команды он использовал самую агрессивную аугментацию и здесь стоит обратить внимание, что он, например, использовал в качестве библиотеки для агументации Image Auk. С ним проблема в том, что он написан на пиле, и это очень медленная библиотека. Соответственно, когда он обучал на MAMD в боксе с тремя видеокартами, то видеокарты простаивали, потому что процессор не успел подготавливать батчи. Это была очень большая проблема, и ему приходилось обучать на двух видеокартах, а не трех видеокартах. Поэтому даже если вы используете PyTorch, который готовит батчи параллельно с обучением на видеокарте, но у вас очень медленная агументация, то как бы bottleneck становится процессор, а не видеокарта. Это довольно примечательно было. Соответственно, только у него возникла эта проблема, потому что у него были очень жесткие агументации. Ну и в качестве теста augmentation он использовал D4 группу вращений, как и предыдущий участник. Я единственный из команды, кто обучал с помощью MXNet. Это примечательно. Естественно, поскольку я обучал MXNet, то я решил использовать сети, которых вообще нет в зоопарке моделей PyTorch. И я обучал из Next и новую сеть, которую я анонсировал буквально в этом, точнее, в предыдущем месяце, с последнего MXNet. Это DoublePathNetwork. Вообще, код я еще выложил в репозиторию. Вы, если хотите, можете посмотреть, что я делал. Соответственно, я также обучал сначала только по взаимосвязанным слоям. Дальше я уменьшал последовательный learning rate с patient 10. Это когда вы ждете, когда у вас качество на валидации в течение 10 итераций не улучшается. После этого вы уменьшаете learning rate. Соответственно, агументацию я взял у первого участника. То есть я как раз воспользовался кодом своего члена команды. И в качестве теста augmentation я использовал D4 группу, но при этом я еще использовал несколько чекпоинтов. То есть это когда вы берете, сохраняете веса в течение каждой итерации и дальше берете 4 лучших веса так, чтобы… Ну и устранить их предсказание. Это также повышает качество финального предсказания, потому что вы спускаетесь в более глубокий глобальный минимум за счет такого приема. Владимир Иглыков также использовал PyTorch. Он единственный, кто из нас пробовал обучать на TIFF. То есть там были TIFF файлы, но на самом деле эти модели не очень много дали в плане финальной точности. Он использовал ADM, нет, 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 нет. И он еще использовал разные лоссы. То есть можно было обучать просто с бинарной кросс-энтропией. Также он еще написал кастомный лосс, чтобы оптимизировать финальный скор. И он использовал довольно стандартный набор агументации. Также в качестве теста тайм-агументации он использовал радонный кроп. Когда вы берете, фиксируете сид и радонно вырезаете картинку так, чтобы тоже предсказывать на них. Это тоже было некоторое его ноу-хау. Евгений Нижибиский также использовал PyTorch. Он еще обучал DanceNet и он также использовал ADM с понижением learning rate. Здесь указано примерно расписание, которое он использовал. И он использовал, по-моему, самый длинный, точнее, самый большой набор теста тайм-агументации. Потому что он брал не только до четвертую группу, но он еще вырезал углы и центр. Соответственно, у него было 48 предиктов и это считалось довольно долго. Костя Лопухин выложил свой код на репозиторию. Вы даже можете его посмотреть. Он обучил, вообще говоря, больше всех моделей. И он экспериментировал еще с такими вещами, как, например, отдельная сеть для погоды и отдельная сеть для структур. Потому что, поскольку погода у вас взаимоисключаемая, то можно использовать не сегмойт активацию в конце, а софт-макс. И это тоже добавляет разнообразие в ваш ансамбль. В основном у него, в принципе, все стандартно в плане агументации. И он использовал Адам. И, наконец, Руслан единственный, кто использовал докер. Опять же, поскольку он обучал на моем компьютере, то мне пришлось тоже поставить докер. И это довольно прикольная штука в том плане, что я потратил всего лишь час, чтобы настроить окружение, и после этого его код запустился из коробки. Это довольно приятная вещь. Соответственно, я думаю, что я скоро на него тоже перейду. Роман единственный, кто обучал такую старую сеть, как VGG. То есть на первом слайде, где мы сравнили перформанс сетей, ее даже как бы нету в топ-20, потому что она очень старая, и она очень имеет низкое качество. Но здесь она помогла, потому что она очень увеличила разнообразие в ансамбле. Он использовал фиксированный набор эпох и просто последовательно уменьшал learning rate. Также он использовал D4 группу, вырезал центральные кропы и кропы из углов. Ну вот, соответственно, здесь приведено на слайде не финальный скорр каждой модели, а импотенс каждой модели. То есть это то, насколько каждая модель давала вклад в общий ансамбль. Здесь можно отметить сети Александра. Ално также обучил хорошие сети. И мои лучшие сети, это был как раз Double Path Network, который анонсировали буквально в этом месяце. Ну вот. Соответственно, финальный pipeline. Во-первых, каждую сеть мы обучили на 10 фолдах. То есть у нас получилось в итоге 480 сетей у всех членов команды. И на auto-fold предиктов мы обучали уже модели первого уровня. Это был Extra Trees. Это была нейросеть, которая сворачивала вдоль каналов, которые представили собой представление по моделям. Дальше регрессия и просто средняя от всех предиктов. Дальше на auto-fold этих уже предиктов мы обучили, по сути, просто модель третьего уровня, но на самом деле это было просто среднее с весами. И дальше пороги для уже финальных предиктов мы подобрали с помощью auto-fold. То есть по сути, третьего уровня, но его здесь нет. Это просто подбор порогов. Ну вот примерно такой pipeline. Сейчас будет немножечко больно, на самом деле сложно. Ну больно тоже. Это некоторые три, которые довольно сложно объяснить на самом деле. Идея здесь вот еще. Здесь привезем пример с двумя классами. Когда у вас есть два класса, и у вас есть предсказание вашей модели в плане вероятностей, вы можете, в принципе, сделать некоторый перебор того, какие результаты вы можете получить. И дальше, просто перемножая ваши вероятности с возможными вариантами вашего скоро, вы получаете оценку по байосу того, насколько у вас будет финальный скор высок. И таким образом вы можете оптимизировать трэш-холды, опять же, играя с разнообразными вариантами. Ну вот, здесь проблема в том, что нужно перебрать вообще все варианты, и это довольно долго. То есть, чтобы не перебирать вообще все сэмплы, мы использовали только вероятности между 0.5 и 0.05. Это как бы значимо увеличило всевозможные варианты, и там буквально было три сэмпла, то есть несколько сэмплов, которые перебрать было довольно легко за несколько минут. Ну вот, это некоторые байосустрик, которые мы использовали. Соответственно, дальше я расскажу про решение человека, который занял первое место, это Best Fittings. У него решение довольно простое по сравнению с нашим в том плане, что довольно мало моделей. То есть он обучил модели с использованием F2 Loss, который он написал для PyTorch. То есть некоторая кастомная метрика, которая оптимизирует уже целевую метрику всего пайплайна. Он использовал такую штуку, как удаление тумана. То есть это некоторая тулза, которая, вообще говоря, убирает погодный эффект, связанный с тем, что все замыливается на фотографии. Таким образом он предсказывал структуру более точно, за счет того, что он убирал погоду. Он использовал также такой прием, как Hard Negative Mining, когда вы берете, обучаете маленькую сеть и дополнительно обучаете большую сеть на тех сэмплах, где маленькая сеть обучается хуже всего в плане лосса. То есть вы скармливаете сложные примеры от сети, которая более маленькая, и у которой лосс очень большой. Также он обучал сети с разным входом, то есть от 64 на 64 до 256. И для финального предикта он обучал 17 регрессий, ридж-регрессий для того, чтобы предсказать каждый класс. Более подробно можно посмотреть, посмотреть, что он делал по ссылке на Kaggle. И команда, которая заняла третье место, наши соотечественники, это Роман Соловьев и Стас Семенов. Их пайплайн приведен на слайде. Он, на первый взгляд, выглядит довольно сложным и страшным, но на самом деле, если разобраться, то довольно все, ну, как бы тоже понятно. Соответственно, на первом уровне они обучали, как водятся, нейросети. Это все модели, которые есть, приведены на слайде. То есть это Inception 3, VG, ResNet, DanceNet. Оказалось, что самая лучшая сеть у них это DanceNet 21, которая, опять же, на слайде с сравнением, ну, была где-то 20-й, по-моему, или 15-й. Поэтому они взяли эту самую лучшую сеть в плане качества и обучили на ней независимые сети для классов погоды с SoftMax и для структур, для оставшихся 13 классов. Кроме того, для каждого класса они обучили, по сути, бинарный классификатор, есть это как бы класс или нет. То есть это было 17 моделей для каждого класса. Обучали они с помощью Адама с снародными аугментациями. Дальше это было на первом уровне. Также они получили некоторый профит от того, что они добавляли в предсказание второго уровня предсказание от соседей. То есть, как я показывал на самом-самом первом слайде, с ликом, можно собрать мозаику и предсказывать, точнее, добавлять в фичи первого уровня щип-редикты от соседей. Это для них тоже значимо увеличивало скор. Но дальше на втором уровне они просто обучили 150 x-го-бустов и 100 нейросетей из кероса. Как бы это были мета-модели второго уровня. Дальше они это все смешали, подорвали треш-холды на out-of-all-предиктов, и это был их финальный сабмит. Роман выложил код всего этого решения. Вы можете посмотреть его на ссылке. Также на Kaggle есть описание того, что они сделали. То есть, вы можете перейти по ссылке и почитать более подробно, что происходило. Соответственно, вот результат. Роман с Статцем заняли третье место, мы заняли седьмое место. Все. На этом я, наверное, закончу. Если у вас есть какие-то вопросы, то я сразу не хочу отвечу. Окей, вопросы. Спасибо большое. Можно вот прослайд на пробайсовское взвешивание. Да. То есть, фактически здесь мы с какими-то PY взвешиваем предсказания моделей, каждый из них, каждый из независимых моделей, я правильно понимаю? Да. Как это решено? То есть, это фактически разделение какие-то там смеси, плотностей, грубо говоря, где каждый из них определяется нейронкой. Это решалось как-то перебором поиск вот этих… Да, это решалось перебором для тех вероятностей, которые между 0.05 и 0.05. То есть, мы берем просто как бы те лейблы, где мы не уверены, и для них перебором решаем эти случаи. Но по-хорошему P от Y должны суммироваться в единицу. То есть, это вкладывалось или нет? Но P от Y как бы априорная вероятность получается для каждой из моделей. Я правильно понял? Честно говоря, здесь я не могу ответить на эту реализацию. Ну, то есть, я предлагаю посмотреть на код Костя, который выложил. Там, скорее всего, это есть. Я могу так ответить. Окей, хорошо. Добрый, спасибо. Он знал, на что добил, да? Вопросы? Ну, у меня более-менее простой вопрос. Почему ImageNet зашел как вот стартовая точка? То есть, ImageNet вроде бы это штука на тысячу классов. Ну, какая разница? Это как бы, это всегда просто хорошая инициализация ваших весов. То есть, как бы, когда у вас есть выбор стартовать с родовных весов или с хоть каких-то, то всегда лучше стартовать с каких-то весов. Поэтому, ну, это хороший старт. И на самом деле зашел не только ImageNet 1К, но еще и ImageNet полный. То есть, я обучал, например, из Net с полного ImageNet, и он тоже нормально себя показывал. И для разнообразия мы обучали модели From Scratch некоторые. Очень неглубокие, потому что сэбла было не очень много. Я тоже. Что? Петь. From Scratch модели хуже получились или нет? Они получились хуже, но они давали разнообразие в ансамбле. Вопросы еще? Нам нужно больше вопросов, потому что тот доклад еще не закончен. Вот там есть, Петь, вот там есть вопрос. Почему боевская оптимизация? Нет, это… Там какое-то огромное количество нейронок. 480 или сколько? Да, 480. Чем обусловлен этот выбор? Наличием свободного времени и вычислительных ресурсов? Или какая-то была в этом логика? Ну, во-первых… Если еще больше добавить нейронок, может быть, еще лучше был бы результат? Ну, во-первых, это все, что мы успели обучить до Adeline. Ну, то есть, как бы мы просто, начиная с некоторого момента, не успевали уже это сделать. Я, например, еще хотел обучить ResNext более широкий, но я не успел это сделать. Выбор нейронок обусловлено тем, что как бы у нас уже был некоторый пул, который хорошо работал до объединения в команду. Мы переобучили их на фолдах, а дальше пытались добавить сети, которые были более… наиболее сильно отличались от того, что у нас уже было. То есть, следующий выбор уже обусловлено с разнообразием нейронок, сетей в плане архитектуры. Такой гипотетический вопрос. Если их было бы там не 480, а какое-то меньшее количество… Ну, можно ли было достичь того же качества, например, с гораздо меньшим количеством сетей? Ну, да, скорее всего. Ну, как бы те люди, которые нас обогнали по лизерборду, они получили с меньшим количеством сетей в ансамбле. Я понял. Спасибо. Окей. Еще вопросы? Вот там и вот там. Кто-то отреагировал на мой клич. Спасибо. Аначе, у меня вопрос такой. Вы упомянули то, что тут в некоторых… Ну, не в некоторых, может, скорее всего, во всех решениях использовался вот этот хак с соседними областями. Насколько сильно он повлиял на итоговые результаты? Что было бы, если бы без хака спускать эти модели? Ну, я не встречал сравнения с хаком и без хака, но и как бы просто люди его использовали и без хака было хуже. То есть это все, что я могу сказать. Я думаю, вы можете почитать в посте у Романа Соловьева на Кегле, насколько он давал сильный прирост. Я не знаю такую информацию. Окей. Еще вопрос? Ой, далеко. Давай, Петь, бегай. Спасибо за доклад. Расскажи, пожалуйста, там было много разных аугментаций у каждого из членов команды. И что ты считаешь, на свой взгляд, в каком количестве нужно и что применять, и что ты собираешься применять на карване? Ну, у меня как бы довольно простой к этому подход. То есть я обычно использую вообще все аугментации, которые мне кажутся логичными. На первой стадии обучения, то есть когда я просто типа обучаю всю нейросеть, а дальше, когда она выходит на какое-то плато, то я просто отключаю аугментации, кроме, например, кропа и каких-то базовых типов вращений и дотренировываю без аугментации, потому что на самом деле аугментации, они вносят некоторое смещение в выборку, и это приводит к тому, что у вас как бы выборка, на которой вы обучаетесь, на которой вы валютируетесь, отличается в плане природы данных. Поэтому обучаться нужно вообще на всех аугментациях, чтобы просто сеть была наиболее общей, и как бы она обучилась как-то хорошо. А дальше нужно их просто отключить и дотренировать без них. То есть я примерно так это обычно делаю. Окей. Ладно. Давайте поблагодарим Артура. Спасибо. 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 Спасибо.